Всем привет, с вами Priya. Немножко поиграв на классике и рассмотрев абсолютно всю таблицу, которая была предложена в гугловском документе, я все-таки сделал некий модпак, то есть архив с модификациями, который я посчитал достаточно нужными при прокачке. Ну что ж, начнем. Atlas Loot. Аддон, который весьма полезен, который показывает тот лут, который падает нам с какого-либо данжа, с какого-либо рейда, можно посмотреть какие-либо сеты, а также есть весьма интересные опции в нем. Если так внимательно увидеть, то можно все детально рассмотреть. Например, наведя на item какой-либо, нажав по нему, мы можем увидеть абсолютно весь сет. Также тир-бонусы и все такое прочее. Atlas Loot. Аддон весьма полезный, и я думаю, он имеет место здесь быть. Далее, аддон AUK-аукционер. Этот аддон очень хорош с целью того, чтобы просто-напросто мониторить аукцион, с целью того, чтобы сканировать его и достаточно удобно выставлять лоты. То есть особо сильно не гробить AUK своим демпингом, ну и также просто-напросто можно комфортно себя чувствовать, используя эту модификацию. Модификация AUK-аукционатор. Мы ее выключаем с целью того, чтобы просто-напросто... Суть такова, что AUK-аукционатор зависит от Enchantrix, а аддон Enchantrix, он показывает какую-либо сводную информацию о предмете. То, что какова цена продажи торговцу, какова цена покупки у торговца этого предмета, польза большая. То есть один аддон заключает в себе два модуля, и это просто прекрасно. Я думаю, это также имеет место быть на классике. То есть при скачке AUK-аукционатор нам его нужно просто выключить, а модуль появившийся, Enchantrix, оставить включенным. Самый лучший аддон, скорее всего, из всего этого архива будет Azeroth Autopilot Classic с первого по 60-й, сокращенно ААП. Что делает этот аддон? Прекрасная стрелочка, которая показывает максимальное количество опыта, которое вы можете получить, следуя ей. То есть мы идем просто по стрелочке, мы делаем абсолютно все квесты, которые нам только нужны, которые нам предлагаются по этому автопилоту. То гриндем мобов, где это нужно. Это, кстати, весьма забавный пункт. И по итогу просто-напросто быстрее всех АПМ-60. Ну, если, конечно, все нормально будет, там серваки не будут выключаться и все такое прочее. В общем, аддон, который просто позволит вам насладиться быстрой прокачкой. Для чего он? Ну, если вы хотите быстро апнуть 60-й, этот аддон будет достаточно хорош. Если вам не особо хочется мучиться насчет квестов, сидеть и подбирать для себя какой-то оптимальный путь следования по квестикам. Ну, а также лично для себя я пользу вижу такую, что буду общаться с чатом, если это будет на каком-нибудь 70-м часу марафона. Неплохо пошутил. То сидеть, читать чатик и запоминать квесты, которые там будут даваться, это такое себе занятие. А аддон просто позволит голову выключить и квеститься полностью прям лишь только с целью получения опыта. Battle for Zero to Wii — это самый обычный интерфейс, перенесенный из BFA, то есть разделенный на два, первая половинка больше, чем вторая в два раза, и справа находятся сумочки и абсолютно все кликабельные кнопки, которые только существуют на классике. Это весьма удобно, и за тот год, который BFA уже активно, я привык к этому, поэтому я скачал себе именно такой Wii. И если у вас будет желание, на гугловском документе там есть ссылки на другие UI-шки различные, можете себе их скачать. BeanCounter является модулем, его мы не выключаем и не удаляем. BugGrabber — это прекрасный аддон, который позволяет абсолютно все ошибки, которые вдруг у вас вылезут за счет интерфейса нагруженного, импортировать в чат. То есть они не будут вылезать у вас посреди экрана, они просто будут мелькать в чатике. Ну а чтобы их не видеть, можете просто-напросто разделить себе по окнам чата абсолютно все то, что вам хочется. Например, ну не знаю, то есть в основное окно, пускай там пишутся все эти ошибки, вы создаете новое окно чата, и в этом новом окне чата, например, у вас будет мелькать группа или там рейдовый чат, и все, и эти ошибки вас трогать не будут. Это прекрасно. Classic Aura Durations — аддон, позволяющий отслеживать просто-напросто длительность бафов. То есть если аддончик выключить, то при выборе таргета в цель мы не будем видеть, так сказать, отслеживание этого бафа. То есть да, при наведении будет писать количество минут, но той половинчатой иконке, ну потому что 15 минут из 30 осталось бафа, уже видно не будет. То есть будет цельный баф сам по себе. Ну и с дебафами отработает аналогично. То есть с целью отслеживания анимации бафа и дебафа на цели, именно этот аддон мы и скачиваем, чтобы достичь таких прекрасных целей. Следующим аддоном является Classic Cast Bars. Для чего нужен аддон? Ну, конкретно в классической версии игры мы никак не можем отследить, какой каст кастуется игроком или целью, например. А с целью того, чтобы это отслеживать, при выборе цели в таргет мы будем видеть самую обычную полосочку, которая позволит нам видеть, что кастуется и через сколько это докастуется. Вот и все. Далее, Classic Spell Activations. Аддон, который позволяет по улучшенной анимации видеть срабатывание таких проков, как казнь, то есть момент, когда можно ее нажимать уже у цели, если менее 20%, то есть условия выполнены. Также по улучшенной анимации подсвечивается превосходство и реванш. У других классов тоже какие-то способности подсвечиваются, но я изучил конкретно для воина. Click Links — это аддон, который просто-напросто позволяет копировать различные URL-ссылки из чата. Ну, например, пойдете вы в данжик, будете там на каком-нибудь европейском сервере играть, не будете понимать, что от вас хотят, и вам ленканут ссылочку на тактику в этом данже. И то есть с целью того, чтобы просто-напросто не перепечатывать эту ссылку из чата, вы скопируете ее, вставите в браузер и все. Аддон Координатс — это аддон на координаты, который просто-напросто позволяет их отслеживать в мини-карте в правом верхнем углу, а также при открытии карты. Можно увидеть координаты XY курсора и также игрока. Аддон Крафте дополняет крафтовую профессию тем, что позволяет прописывать названия итемов и таким способом искать их. То есть почти так же, как и в актуальной версии игры на BFA, только с помощью модификации. Насчет Enchantrix я уже сказал, что это модуль, связанный с аукционатором. Мы его не выключаем, если, конечно же, хотим достичь информации о каком-либо предмете. Informant, по-моему, тоже связанный с этим, так что не выключаем его, если хотим достичь такой полезной информации. MonkeyBuddy, MonkeyLibrary, QuestClassic, QuestLog — это окно с квестами, которое по цветам абсолютно пишет все, что там угодно. Мы можем скрывать вкладки, открывать различные вкладки, перетаскивать окно с заданиями. В общем, весьма полезно и можно отследить то, что какой квест является для нас сложным. То есть, например, название квеста будет написано красным, то есть по левелу, если он является сложным. А если чуть легче оранжевым, еще легче желтым. Те квесты, которые нам рекомендуется сделать сейчас, будут написаны зеленым цветом. Аддон Postal прекрасно работает на нашу почту. Что он позволяет? Ну, он позволяет массово отправлять итемы, насколько я правильно помню. Также позволяет забирать абсолютно все письма, которые нам прислали, одной кнопочкой. То есть, в текущий момент это вшито в стандартный интерфейс игры Battle for Azeroth, но на классике это достигается с помощью модификации Postal. RealMobHealth — аддон, позволяющий просто-напросто отслеживать хп-шку мобов. То есть, например, хотим мы узнать хп-шку этой хозяйки-то верной, мы видим ее хп. Хотим узнать хп-человека, но после того, как мы, скорее всего, осмотрим этого человечка, нам будет написано его верное хп. Аддон малость недоработан, он всегда пишет значение 100, но после того, как цель потеряет хп, либо подхилит себя, либо еще какие-то условия произойдут, просто-напросто хп изменится. Рекаунт записывает урон, исцеление, а также отображает различные графики. Слово «отображает» — ошибка. Да, верно, ошибка. Самый обычный ДПС-метр, самый первый, по-моему. Можете, конечно, скачать себе D-Trails. Скаду, может, ее адаптируют под классик, но рекаунт, наверное, будет лучшим выбором. Аддон Scrub и абсолютно все привязанные к нему модули позволяют быстренько продавать весь трэш, который мы накопим в своих сумках. То есть мы можем забиндить все там на кнопки, все достичь до такого автоматизма, что мы только подойдем к торговцу и чуть ли не вся наша сумка продастся какому-либо торговцу. В общем, с целью того, чтобы быстренько прокачаться и не тратить время на продажу каких-либо ненужных вещей из сумки, думаю, это весьма хороший аддон, который поможет вам. Далее различные модули идут. Weapon Swing Timer. Аддон, который позволяет... что нам делать? Который позволяет отслеживать автоатаку. Это полезно для воинов, это полезно, я думаю, для тех, кто использует двуручки при прокачке в дистанции ближнего боя с целью отслеживания автоатаки и совершения ударов. То есть каждый найдет для себя свою полезность из этого аддона. Ну и последней модификацией является аддон квести. Что делает этот аддон? Он подсвечивает абсолютно все квестики, доступные нам на карте. То есть путем вопросительного знака, восклицательного знака. Это весьма полезно. Также он настраивается. Настраивается каким образом? Мы можем отслеживать те левела, по которым мы хотим видеть различные квесты. То есть show below level цифра 2 показывает, что мы видим квесты на 2 левела меньше нашего. Show above level показывает те квесты, которые являются на 2 левела выше нашего левела. То есть мой левел 10, и если я пропишу здесь 2 и здесь 2, то я буду видеть квестики 8-12 левела. Это весьма приятно и на карту как-то так смотреть поинтереснее. В общем, если вы, конечно, юзаете Azeroth Автопилот, то не думаю, что в нем есть полезность, но все же. Архивчик в описании. Далее абсолютно весь документ с абсолютно всеми аддонами, которые только есть на классике, также в описании. Ссылка на розыгрыш, который скоро уже истечет, кстати, также в описании. Другие ссылочки тоже в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого!